Как инвалид? Нет, не как инвалид. Опа! Как хулиганка. Ну, значит, мы остановились на том, что мы... Значит, что ты вернулась в Ленинград в 44-м году, как раз поступать в школу. Знаешь? Да. Вот, значит, с этого момента... В 44-м году мы приехали в августе месяце в Ленинград. Так что я в школу пошла с небольшим опозданием. Ну вот, пошла и пошла, ходила, училась. Хорошо училась, отличницей была. А мама в 44-м году, нет, в начале 45-го, еще война шла, началось разминирование окрестностей Ленинграда. И разминировали минеры с собаками. Впереди по дорожке шла собака, находила мину, и минер разминировал. Была такая целая часть. В это время мама, она вообще была кассиром, в магазине всегда работала. И в 44-м году открывали самый главный магазин в Петербурге, так называемый Елисейский. Это был купец, который держал магазин на Невском проспекте, очень красивый, богатый оформленный, и по всему Ленинграду собирали кассиров. Ну, мама вообще была выдающейся кассиром. Она работала очень быстро, считала в уме, как счетная машина. И на счетах также. В общем, она попала в этот магазин. Ну, и работала, и работала. И вот однажды сюда пришел военный, и каким-то образом разговаривался с мамой, стал приходить, потом стал вроде ее встречать, ну, в общем, познакомились. Это был 44-й год. Ну, уже конец. Вот. В 45-м году, в начале, он стал приходить к нам домой. Иван Герасимович Никобенко. Очень симпатичный, старшина, в форме военной. Они, ну, я вам сказала, разминировали тут окрестности Петербурга. Ну, он не так часто мог приходить, но приходил. Очень симпатичный, внимательный. Ко мне очень хорошо относился. Еще было очень так как-то... Это, значит, было еще весной ранее, потому что было холодно. И мы, значит, все... Еще отопления не было этого какого-то, парового. И мы все сидели на кухне. И соседи, и мы, и дядя Ваня. И вот однажды сидели, мы там сидели. И я вдруг и говорю, дядя Ваня, можно я вас буду папой называть? Вы все, конечно, отобедели от такого. Он говорит, конечно. Вот так я заявила папу. Это был, конечно, удивительный человек. Удивительный. Он был настолько добрый. Он так любил детей, что это вообще что-то. Ну вот, а потом, значит, как-то в 46-м году, в январе, в конце 29-го января родилась Наташа. И получилась у нас хорошая семья. Это какой год Наташа? Это был 45-й, Наташа в январе 46-го родилась. А все эти разговоры были где-то вот в апреле, не знаю, там где, в марте, может быть. Вот такая история. У нас так образовалась семья. Папа ко мне относился прекрасно всю жизнь. Наташа говорил, он тебя любит больше, чем меня. Я говорю, ну прямо, конечно, говорит, с тобой никаких проблем. А все эти проблемы, то где-нибудь переваляется, мокрое придет, то поссорится с кем-нибудь. Ну, в общем, упрямая была девочка, но зато красивая. Ой, когда она родилась, она была как кукла. Я просто на нее смотрела, а потом однажды думаю, боже мой, ну что ж такое? Я такая была одна, меня все любили, а теперь дай-ка я ее с балкона выброшу. Поглядела на нее, она лежит, такая красивая, глазки открыла, голубые, ресницы длинные. Я говорю, господи, да что ж я с ума сошла? Как же я могу с такой куколкой расстаться? Так моя Наташа осталась жить. Я ее, конечно, любила всю жизнь, до сих пор. Везде с ней ходила, уж потом, когда выросла уже, когда мальчики появились, и когда мы куда-нибудь ездили, я ее всегда с собой брала. И в зоопарк, и там куда-нибудь еще, и гулять. Ну, в общем, всегда любила ее очень, и до сих пор очень люблю. И мы всегда с ней были очень дружны. Ну, вот это был какой год, я сказала? Родилась в 46-й. В 46-й. Ну, вот, значит, так, потом я, значит, училась, училась, училась целые 10 лет. Кончила я школу с серебряной медалью. К сожалению, они золотой, потому что была плохо грамотная. Я всегда хоть одну ошибку, но в сочинении сделала. Это прям вот какой-то бич. И в результате я стала поступать в институт, долго думала куда-куда, и подала документы. Ну, может, еще это сыграло то, что тетя Люся, мамина сестра старшая, работала в политехническом институте на кафедре металлургического факультета. Ну, баран там большую должность занимала. Ну, и я вроде как тоже. И потом я, еще такие были книжки выпускали, где были все институты перечислены, что чем занимаются. А я очень любила химию. Самый мой любимый перед ней был. Вот открываю я политехнический институт, читаю эти факультеты металлургические. «Металлургия – это химия высоких температур». Ну, там меня только и не хватало. Ну, вот я и пошла. Пошла, подала документы, с медалями принимали без экзаменов, даже серебряные. И вот я уже без всяких вопросов поступила в институт. А я уже сказала, Даша меня усыновил-то, папа. Нет, не сказала еще. А вот я чуть-чуть плохо это помню. Когда же это было? Это было, наверное, в конце, что после. Подожди. Потому что... Когда в 1953 году умер Сталин. Ага. И все стали бояться, что сейчас опять начнется гонение на евреев. Окей. Больше всех, конечно, папа с мамой испугались. То есть в 1953 году? А? В 1953? То есть ты в девятом классе была, да? Да. Потому что у тебя девят... Да, 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 в девятом классе, правильно. Дневник у тебя какой-то остался, там еще была Басихис. Он когда умер, там, в марте 1953 года, да, я была в девятом классе. Не в десятом еще. Не в десятом? Ты что-то считать, да, ты же в 44-м поступила. Да. В 53-м это 10-й класс. А, значит, в десятом. Потому что дневник у тебя был за... Да. Басихис. Да. В 53-м умер Сталин. И это был твой 10-й класс. Десятый, да. 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й. Так что я сочетала. Это был кусок. Это был кусок девятого. Да. Кусок девятого. А сентябрь был уже десятый. Ну, не важно, а нет. Это не важно. 53-й. Ты в 53-м поступила, да? В 54-й. В 10-й класс, да. То есть 53-й весна, это был девятый еще. Да. И когда я явилась со своей новой фамилией, очень математичка наша, так как-то презрительно ко мне стала относиться, что как это так можно сказать. Ну, в общем, вот так. Вот так все остались, спокойно. Ну, а в институт я уже поступала, никто не знал, какая там у меня была фамилия. Причем когда...